Послание к евреям святого апостола Павла Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек? Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Чащийся целомудрии и вожделевающей блаженной чистоты, которую не погрешил бы кто, назвав бесстрастием, добьет нещадно и порабощает плоть, со смиренно-мудрым помыслом божественную призывая благодать и получит желаемое, откармливающий же тело без воздержания въясти и питьи, измучен будет духом блуда. Ибо как вода в большом количестве угошает пламень, так алчбай жажда или вообще всякое воздержание со смирением душевным уничтожают рожение плоти и срамные мечтания. Да отступит совсем от души твоей страсть злопамятство, и отнюдь не давай места в себе вражде, ибо что огонь сокрытый в соломе, то злопамятство гнездящееся в сердце. Но пачем молись тепло об оскорбившем тебя, и поблагодетельствуй ему сколько и чем можешь, чтобы избавить душу свою от смерти и не быть бездерзновенны во время молитвы своей. В душе смиренных упокоивается Господь, в сердце же гордых страсть и бесчестье, ибо ничто так не усиливает их против нас, как высокомудрые помыслы, и напротив, ничто так действенно не исторгает с корнем из души эти былия злые, как блаженное смирение, которое справедливо потому и названо страсти убийцею. Да очищается паче и паче душа твоя от злых воспоминаний, и да просвещается добрейшими помышлениями, держа всегда в уме сказанное, что во время исхода сластолюбивое сердце темнится и узы, а трудолюбивое — дверь отверстая. Ибо воистину чистым душам по исходе их из тела сопутствуют ангелы, руководя их к блаженной жизни. Души же, осквернившиеся и не очистившиеся покаянием, перехватывают, увы мне, бесы. Прекрасно глава, украшенная драгоценной диадемой и блестящими камнями индийскими и маргаритами. Но несравненно краше ее душа, богатая ведением Бога, светящей со светозарными созерцаниями и имеющей обитающим в себе всесвятаго Духа. И кто может достойно изобразить в злое такую блаженную душу? Гневу и ярости не позволяй водворяться в душе твоей, ибо муж ярый, неблагообразен, в сердце же кротких почиит премудрость. Если страсть гнева возгосподствует над душой твоей, то лучшими тебя найдены будут живущие в мире, и ты покроешься стыдом, оказавшись негодным монахом. Во всяком искушении и во всякой брани молитву имей непобедимым оружием и победишь благодатью Христовую. Но да будет она чиста, как заповедует нам премудрый учитель наш, говоря, хощу да молитвы творят мужи на всяком месте, воздеющий преподобные руки, без гнева и размышления. Кто не родит о такой молитве, тот предан будет искушением и страстям. Написано, что вино веселит сердце человека, но ты, давший обет плакать и рыдать, отклоняя от себя такое веселье, и будешь обрадован дарами духовными. Увеселяясь же вином, будешь проводить жизнь в сожительстве со срамными помыслами и много переиспытаешь печалей. Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и в душевной чистоте. Наполняя же чрево яствами и винопитиями прогнивишь паче того, кому посвящается празднество. Бодрствовать в псалмопениях, молитвах и чтениях повелено нам и всегда, но тем паче в праздники. Бодрствующий монах утоншает ум свой для душеполезных созерцаний, а многоспание отдебеливает ум. Но смотри, не вдаваясь во время бдения в пустые воспоминания и в помыслы греховные. Ибо лучше спать, чем бодрствовать ради таких суетностей и осквернений себя неподобающими занятиями. Питающий змею в лоне своем и лукавый помысел в сердце оба умерщвлены будут. Тот в теле поражен, будучи ядовитым жалом, а этот в душу вложив смертоносный яд помысла. Но как поспешно побиваем мы порождение ехидн, так и по умыслам злым не дадим порождаться в сердце, чтобы потом не страдать от них горько. Душа чистая, сосуд избранный, справедливо может быть названа еще и вертоградом заключенным, источником запечатленным и престолом чувствия. Но душа, оскверненная нечистыми страстями, преисполнена смрадом зловония греховного. Слышал я от опытных и деятельных старцев, что помыслы греховные в душе рождаются от щеголеватости в одеждах, присыщения чрева и вредных бесед. Похотение имений да не водворяется в душах подвижников. Многостежательный монах, корабль с течью, взбрасываемый волнами многозаботливости и погружаемый в глубину печали. Болезнь любоимания многих страстей бывает родительницей и справедливо названа корнем всех зол. Нестежательность и молчание — сокровище, сокрытое на поле монашеского жительства. Поди же, продай все, что есть у тебя, и раздай бедным, и этим купишь поле то, которое, покопав и обрезши сокровище, блюди его в себе тщательно от похищения, чтобы обогатиться богатством некрадомом. Начав жить вместе с духовным отцом и восчувствовав пользу от него, не допускай, чтобы кто-либо отдалил тебя от любви к нему и от сожительства с ним. Не осуждай его ни в чем. Не говори о нем худо, хотя будешь им обличаем и даже бием. Ухо своего не открывай, когда кто другой станет злословить его. И отнюдь не сдружайся с тем, кто поносит его, чтобы не прогневался на тебя Господь и не изгладил тебя из книги живых. Подвиг послушания утверждается на тречении от себя и от всего, как мы изведали. Проходящий его доградит себя тремя оплотами верою, надеждою и любовью всечестную и божественную, чтобы ими, будучи огражден, успешно мог подвигом добрым подвизаться и получить венец правды. Не будь судьею дела отца твоего, но исполнителем заповедей его. Демоны, как обычно им, начнут указывать тебе на недостатки его, чтобы оглушить уши твои для уроков его и тебя очресту или сделать немощным и страшливым воином на брани, или одними помыслами неверия расслабить тебя и разлинить ко всякому виду добродетели. Не слушающий отеческих заповедей, оказывается преступником наилучших пунктов обета своего. Кто же внедрил в себя послушание и волю свою отсек мечом послушания, тот исполнил подобающее ему, что при многих свидетелях обещал он Христу Господу. Наблюдая над иноками, видели мы ясно и затвердили, что на подвязающихся в послушании отцам сильно злобствуют враги нашей жизни бесы, скрижуща на них зубами своими, и всякие против них злоумшляя козни. И чего они не делают, чего не внушают, чтобы отторгнуть их от отеческих недр? Выставляют предлоги к непослушанию, будто благословные, устрояют неудовольствие, возбуждают неприязнь к отцу. Его наставления представляют обличениями, а обличения как стрелы изощренные вонзают в сердце. И для чего, ты, говорят они, будучи свободным, сделался рабом и рабом бессердечного деспота? Да коли будешь ты тереть лямку рабства, не видя света свободы? После сего внушают. Лучше б тебе заняться странноприимством, ходить за больными, пищись о бедных. Потом расхваливают подвиг совершенного уединения и безмолвия, и всякого рода злые плевелы насевают в сердце подвижника благочестия, только бы извергнуть его из духовной ограды отеческой и извлекший из благотишной пристани отбросить в неистовствующее душитленную бурю море. Если, наконец, успеют в этом, то, забрав его в свою власть, как пленника, заставляют его действовать по их злым хотениям. Не выпускай же из памяти этой злокозненности врагов и противоборцев твоих, находясь в послушании отца своего духовного. И не забывай обетов звания твоего пред Богом, ни руганиями не будь побеждаем, ни обличений и поношений или насмешек не бойся, ни прилогами греховных помыслов не увлекайся, ни отеческой строгости не бегай, ни дерзким самугодием и самоволием, ни бесчести благого игоссмирения. Но в сердце вложи в Господне слово, что, претерпевый до конца, то и спасен будет. С терпением теки на предлежащий тебе подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса. Золотарь, влагая в горнило золото, делает его чистейшим. И новоначальный монах, предающий себя подвигам подчинения воли отцев и всеми прискорбностями жизни по Богу же гомы, с трудом же и терпением великим, изучающий послушание, выплавив из себя все недобрые нравы, преисполняется смирением, весь светлым соделывается и достойным небесных сокровищ бесскорбной жизни и блаженного пребывания, откуда отбежали печали воздыхания и где насаждены непрестанная радость и веселье. Вера правая и глубоко внедренная рождает страх Божий. Страх же Божий научает нас соблюдение заповедей, ибо говорит, где страх, там соблюдение заповедей. В соблюдении же заповедей состоит деятельный добродетель, который есть начало созерцания, плод же всего-сего бесстрастия. Через бесстрастие же водворяется в нас любовь, а о любви говорит возлюбленный ученик, Бог любы есть, и пребывая и в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. Как прекрасна воистину и добра жизнь монашеская, как прекрасна она воистину и добра, когда течет в пределах и по законам, какие положили нам для нее вожди и предварители ее, духом святым научены. Ибо воину Христову надлежит быть безвечно, ничего не имущу, не озабочивая ему никакими замыслами и делами мерзкими, как говорит апостол, никто же воин, бывая, убезуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Подобает уба монаху быть безвечно, бесстрастно, чужду всякого греховного похотения, не сласткоясливу, не винопийце, не мешкотну, не лениву, не сребролюбиву, не сластолюбиву, не славолюбиву. Ибо если кто от всего такого не отрешится, то он не может исправно вести эту ангельскую жизнь для тех же, кои и так именно поступают. Она есть иго благое и бремя легкое, так и в таком случае божественная надежда все делает для них легким. Приятна жизнь сия, усладительны дела ее, блага часть ее, которая не отымется от стяжавшей ее души. Отрекшись от житейских забот и восприяв иноческий подвиг, не выжелай богатства для раздаяния бедным. Ибо и это есть одно из прельщений лукавого, ведущее к тщеславию, чтобы ввергнуть в ум в многоделие хлопотливое. Пусть только хлеб имеешь ты и воду, и ими одними можешь стяжать мзду страноприимства. Пусть даже их не имея, с одним благим расположением приимешь странника и дашь ему слово утешения, и таким образом можешь заслужить мзду страноприимства. Имеешь пример сему в бедной вдове, о которой Господь засвидетельствовал в Евангелии, что она своими двумя лептами в силу благого произволения своего превзошла подаяние богатых. Это сказано тем, кои живут в безмолвии. Находящиеся же в послушании Отца одно да имеют в уме — ни в чем не отступать от заповеди Отца. Ибо, исполняя это как следует, они исполняют все требуемое от них. Как наоборот, отступающие от точного исполнения этого долга останутся неискусными во всяком виде добродетели и духовного жительства. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же была та, которая помазала Господа миром. Глава 11, стих 2. Многие соблазняются, когда видят некоторых угодных Богу людей в каком-либо бедствии, когда видят, например, что они подверглись болезни или бедности, или чему-нибудь другому подобному, а того не знают, что такие страдания свойственны тем, которые особенно любезны Богу. Так вот и Лазарь был из друзей Христовых, а был болен, как это именно говорили и пославшие. Вот, кого ты любишь, болен, стих 3. Но рассмотрим эту часть евангельского чтения сначала. Был болен, сказано, некто Лазарь из Вифании. Не просто и не случайно сказал, откуда был Лазарь, но по некоторой причине, которую укажет впоследствии. Но мы пока займемся предложенным местом. С пользуя также упоминает нам и о сестрах его, присовокупляя к тому, что особенного имела Мария. Именно Мария же была та, которая помазала Господа миром. Некоторые с недоумением здесь спрашивают, как Христос позволил сделать это женщине. Поэтому прежде всего необходимо заметить, что это не блудница, упоминаемая у Матфея, и не та, которая упоминается у Луки, нет, это другая. Те действительно были блудницы и преисполнены многих пороков. А это была честная и усердная, заботившаяся о принятии Христа. Евангелист указывает, что и сестры любили Христа. И однако же он допустил Лазарю умереть. Но почему же они не оставили болящего брата и не пошли сами ко Христу, как поступил сотник и муж царев, но послали к нему? Потому что они крепко надеялись на Христа и были очень близки к нему. А с другой стороны, они были слабые женщины и были одержимы скорбью. А что они сделали так, не по небрежению, это показали впоследствии. Итак, очевидно, что Мария была не блудница. Но для чего, скажешь, и блудницу принял Христос? Для того, чтобы разрешить от порока, чтобы показать человеколюбие, чтобы ты познал, что нет недуга, побеждающего его благостью. И так не на то одно смотри, что он принял, но и на то взирай, как он переменил ее. Для чего же Евангелист упоминает нам об этом событии? Или лучше, чему он хочет научить словами «Иисус же любил Марфу, и сестру ее, и Лазаря»? Стих 5. Тому, чтобы мы отнюдь не негодовали и не огорчались, когда случится впасть в какую-нибудь болезнь людям добродетельным и друзьям Божиим. «Вот, кого ты любишь, болен» — стих 3. Сестры Лазаря хотели возбудить в Христе сострадание, потому что еще смотрели на Него, как на человека, что видно из их слов «Если бы ты был здесь, не умер бы» — стих 21. А также из того, что они не сказали «Вот, Лазарь, болен», но «Вот, кого ты любишь, болен» — что же Христос? «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» — стих 4. Смотри, как Он опять показывает, что слава Его и слава Отца одна. Сказав к славе Божией, присовокупил «Да прославится Сын Божий». Эта болезнь не к смерти. Так как Он намерен был пробыть там два дня, то теперь и отсылает их с этим известием. При этом следует подивиться сестрам Лазаря, как они, услышав, что не к смерти, и между тем увидев Его умершим, не соблазнились тем, что на деле вышло напротив. Но и после того приступили ко Христу и не подумали, что Он сказал ложь. А частица «Да» означает здесь не причину, но следствие. Болезнь случилась по иной причине, но Христос обратил ее к славе Божией и, сказав это, «пробыл два дня» — стих 6. «Для чего же пробыл?» «Для того, чтобы скончался и был погребен, чтобы потом никто не мог сказать, что Он воскресил Его тогда, как тот еще не умер, что то был только глубокий сон или расслабление, или лишение чувств, но не смерть. По этой-то причине Он и остался на столько времени, что произошло даже тление, так что говорили «Уже смердит»» стих 39. «После этого сказал ученикам «Пойдем в Иудею»» стих 7. Почему Он здесь говорит наперед, куда хочет идти, тогда как в других местах нигде не предуведомлял об этом. Ученики сильно боялись, и так как теперь находились в таком расположении Духа, то Он и предваряет их этим известием, чтобы не встревожить внезапностью. Что же ученики? «Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда» — стих 8. Таким образом они боялись за Него, но еще более за себя, потому что еще не были совершенны. Оттого-то Фома, потрясаемый страхом, и говорит «Пойдем, и мы умрем с ним» — стих 16. 17. Так как Он был слабее и маловернее других. Но смотри, как Иисус ободряет их тем, что говорит далее. «Не двенадцать ли часов во дне» — стих 9. «Этим Он сказал или то, что несознающий за собой ничего худого не потерпит никакой беды, а потерпит тот, кто поступает худо, следовательно, нам не должно страшиться, потому что мы не сделали ничего достойного смерти. Или то, что видящий свет мира сего» — стих 9. «Находится в безопасности, и что если безопасен видящий свет мира сего, то гораздо более тот, кто находится со мною, если не отступит от меня». Ободрив их такими словами, Он приводит и причину, почему им необходимо туда отправиться. И показывая, что они пойдут не в Иерусалим, а в Вифанию, Он говорит, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его» — стих 11. «То есть иду не для того, чтобы беседовать опять о тех же предметах и обращаться там между иудеями, но затем, чтобы разбудить нашего друга». Ученики Его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет» — стих 12. Это не просто сказали они, но с тем, чтобы воспрепятствовать Ему идти туда. «Ты говоришь», — возражают они, — «что он спит, значит, нет особенной нужды идти туда». Между тем он для того и сказал «друг наш», чтобы показать необходимость идти. Когда же они все еще не решались, то он говорит «умер» — стих 14. Первое выражение он употребил, потому что хотел научить нечиславиться, но так как они не поняли, то он присовокупляет «умер и радуюсь за вас» — стих 15. «Почему же именно за вас?» «Потому что я предсказал смерть Его, не бывши там, и значит, когда я воскрешу Его, не будет никакого подозрения». Видишь ли, как еще несовершенны были ученики и не понимали, как должно Его могущество. А это происходило от страха, который в то время волновал и смущал их души. И когда сказал «уснул», тогда прибавил «иду разбудить его», а сказав «умер», уже не присовокупил «иду», чтобы воскресить его. Он не хотел словами предрекать того, что имел подтвердить самым делом, везде научая нас не тщеславиться и не давать без разбора обещаний. А если он и сделал это, когда сотник умолял Его, потому что сказал «я приду и исцелю Его» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 7, то сказал это для того, чтобы показать его веру. Если же кто скажет «отчего ученики пришли к мысли о сне и не уразумели, что он говорит о смерти, даже и после того, как он сказал «иду разбудить его», так как безумно было предполагать, что он отправится за 15 стадий для того, чтобы разбудить, то мы ответим, что они считали это загадкой, каких он говорил много. Итак, все они боялись нападения от иудеев, но более всех других Фома, который поэтому и сказал «пойдем, и мы умрем с ним», стих 16. Некоторые говорят, что он действительно желал умереть, но это несправедливо, слова его более выражают страх. Однако же он не подвергся за то упреку, потому что Христос снисходил теперь к его немощи. Впоследствии же он сделался сильнее всех и был непобедим. И вот то-то и удивительно, что апостола, столь слабого прежде Креста, после Креста и после того, как он поверил Воскресению, мы видим пламенье всех прочих. Так велика сила Христова. Кто не смел пойти вместе со Христом в Вифанию, тот, не видя Христа, прошел почти всю вселенную и обращался среди народов свирепых и готовых его умертвить. Но если Вифания отстояла на пятнадцать стадий, что составляет две мили, то каким образом Лазарь мог быть четыре дня, как во гробе? Стих 39. Христос пробыл на месте два дня, да накануне этих двух дней, приходил посланный с известием в тот самый день, когда и умер, так что Христос прибыл именно четвертый день. Потому он и ожидал, чтобы его позвали, и не вошел сам собою без приглашения, чтобы кто-нибудь не заподозрил этого события. Да и приходили не сами сестры, которых он любил, но были посланы посторонние. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцать, стих восемнадцатый. Отсюда становится очевидным, что там могли присутствовать многие из Иерусалима. И действительно, евангелист тотчас присовокупил, что многие из иудеев пришли утешать их, стих девятнадцатый. Отчего же они утешали этих женщин, любимых Христом? Ведь они же положили, кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги, глава девятая, стих двадцать второй. Или по особенной тяжести этого несчастья, или по уважению к ним, как женщинам благородным. Или же это были люди, не принадлежавшие к числу злых, так как многие и из них веровали. А говорит об этом евангелист для того, чтобы уверить, что Лазарь умер. Зачем же Марфа, выходя навстречу Христу, не берет с собой сестры? Она хочет увидеться с ним наедине и рассказать ему о случившемся. Когда он возбудил в ней добрые надежды, она уходит и зовет Марию, которая и вышла ко Христу навстречу, хотя скорбь ее была еще во всей силе. Видишь ли, как горяча была любовь. Это та самая, о которой говорил Мария же, избрала благую часть. Евангелие от Луки, глава десятая, стих сорок второй. Но как же, скажешь, Марфа, явилась теперь более усердной? Она не была более усердной. Мария не вышла потому, что еще не слышала о его прибытии. Напротив, была слабее. Потому что и после того, как услышала столь многое, все еще говорит, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе, стих тридцать девятый. А это Мария, хотя ничего не слышала, однако же не сказала ничего подобного, но тотчас уверовала и говорит «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой», стих тридцать второй. Третье. Видите, какое любомудрие у жен, хотя и немощен их ум. Увидев Христа, они не предаются тотчас слезам, рыданиям и стонам, что бывает с нами, когда к нам приходит кто-нибудь из знакомых во время нашей скорби, но тотчас высказывают свое удивление к Учителю. Так они обе веровали во Христа, но еще ненадлежащим образом. Они не знали еще хорошо ни того, что он Бог, ни того, что он творил это собственную силою и властью. «Теперь он научил их и тому, и другому». А что они не знали этого, видно, как из слов их «Если бы ты был здесь, не умер бы брат наш», стих двадцать первый. Так и из того, что они присовокупили «Чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог», стих двадцать второй. Таким образом они говорят о Христе, как о каком-нибудь человеке, добродетельном и угодном Богу. Заметь же, что отвечает Христос. «Воскреснет брат твой», стих двадцать третий. Этим опровергает пока слова «Чего ты попросишь?» Не сказал «Я буду просить», но что? «Воскреснет брат твой». Если бы он сказал «Женщина, еще ли ты смотришь долу, я не нуждаюсь в чужой помощи, я все творю сам собою», то это было бы очень тяжело и неприятно для женщины. Но сказав «Воскреснет», он тем естественно сделал слово свое более умеренным, а дальнейшими словами дал уразуметь и то, что я выше сказал. Так, когда сказала «Знаю, что воскреснет в воскресенье», в последний день, стих двадцать четвертый, тогда он яснее, показывая свое могущество, говорит «Я есм воскресенье и жизнь», стих двадцать пятый, и тем означает, что он не нуждается в содействии другого, так как сам есть жизнь. А если бы он нуждался в другом, то каким бы образом сам мог быть воскрешением и жизнью? Но он не сказал так ясно, а только намекнул на это. Потом, так как она сказала «Чего ты попросишь», то он еще говорит «Верующий в меня, если и умрет, оживет», стих двадцать пятый, показывая тем, что он сам есть податель благ, и у него должно их просить. «И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек», стих двадцать шестой. «Смотри, как он возвышает ее ум. Ведь не в том только было дело, чтобы воскресить Лазаря, но надобно было и ее, и присутствующих с нею научить воскресенье. Поэтому он, прежде чем воскресил, рассуждает о воскресении. Если же он сам есть воскресение и жизнь, то не ограничивается местом, но может исцелять везде. И если бы сестры Лазаря, подобно сотнику, сказали «Скажи слово, и выздоровеет слуга мой», Евангелие от Матфея, глава восьмая, стих восьмой, то он так бы и сделал. Но так как они звали его и просили прийти к ним, то он снисходит, чтобы возвести их от уничиженного о нем понятия и приходит на место. Но и при этом снисхождении он показывает, что может исцелять и не присутствуя на месте. С этой-то целью он и медлит. В самом деле, благодать не сделалась бы очевидной, если бы она тотчас была дарована, если бы прежде не появился уже смрад. Но откуда знала эта женщина о будущем воскресенье? Она слышала многие беседы Христа о воскресенье, а теперь желала увидеть это на самом деле. Смотри, однако же, как она еще вращается долу. В самом деле, уже услышавши «я, есм, воскресенье и жизнь», она даже и после того не сказала «воскреси его». Но что? Я верую, что ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Стих 27. Что же ей Христос? «Всяк верующий в меня, если и умрет, оживет», стих 25, разумея здесь эту телесную смерть. «И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек», стих 26, указывая на ту духовную смерть. «И так как «я, есм, воскресенье», то не смущайся, хотя уже и умер, но веруй, это не есть смерть». Таким образом он пока утешил ее в случившемся и пробудил в ней надежду и тем, что сказал «воскреснет», и тем, что изрек «я, есм, воскресенье», и тем, что если после воскресенья он и опять умрет, то не потерпит никакого вреда, а потому и не должно страшиться этой смерти. Слова его имеют тот смысл, что ни он не умер, ни вы не умрете. Веришь ли сему? Марфа отвечает «верою, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир», стихи 26 и 27. Мне кажется, что женщина не поняла слов. Она сознавала, что в них есть что-то великое, но всего не выразумела. Поэтому, будучи спрошена об одном, она отвечает другое. Но, по крайней мере, она получила теперь ту пользу, что отложила свою скорбь, такова-то сила слов Христовых. Поэтому-то и Марфа первая вышла навстречу Христу, и Мария последовала за ней. Любовь к Учителю не давала им сильно чувствовать настоящую скорбь. Таким образом, с помощью благодати и ум этих жен любомудрствовала. А в настоящее время, вместе с другими пороками, между женщинами господствует и та болезнь, что они выставляются напоказ в плаче и рыданиях, обнажая плечи, терзая волосы, делая рубцы на щеках. И это делают одни из скорби, другие из желания выказаться и отличиться, а иные обнажают себе плечи и при том в глазах мужчин по распутству. Что ты делаешь, женщина? Как ты, скажи мне, будучи членом Христовым, без всякого приличия обнажаешь себя среди торжища, и при том тогда, как на торжище присутствуют мужчины? Ты рвешь на себе волосы, раздираешь одежду, громко рыдаешь, составляешь вокруг себя позорище, являешься в образе неистовых женщин и не думаешь, что оскорбляешь Бога? Как велико твое безумие! Не станут ли смеяться над этим язычники? Не подумают ли, что все у нас басни? Так они скажут, воскресения нет, и учение христиан – это смех, обман и выдумка. Женщины у них рыдают так, как бы после настоящей жизни ничего уже не было. Они не внимают словам, начертанным в их книгах, а этим сами показывают, что все то – вымысел. Если бы они веровали, что умерший не умер, но приставился к лучшей жизни, то не оплакивали бы его, как уже несуществующего, не терзались бы так и не произносили бы этих слов, исполненных неверия, уж не видеть мне тебя больше, уж не будешь ты опять со мною. Все у них басни. Если они так не веруют высшему из благ, то тем менее всему другому, что у них считается священным. Не так малодушны сами язычники. Многие у них любомудрствовали. Так одноязыческая женщина, услышав, что сын ее пал на войне, тотчас спросила, а в каком положении находятся дела города. И один из философов, удостоенный венка, когда услышал, что один из его сыновей пал за Отечество, снял с себя венок и спросил, который из двух. И как скоро узнал, кто именно из них пал, тотчас опять возложил на себя венок. Многие также отдавали даже сыновей и дочерей своих на жертву из почтения к демонам. Аллаки демонские женщины даже внушали своим детям, чтобы они или принесли свой щит с войны, или сами были принесены на нем мертвыми. Потому-то стыдно мне, что язычники так любомудрствуют, а мы поступаем непристойно. Не знающие ничего о воскресении действуют так, как свойственно знающим, а знающие поступают как незнающие. Многие даже из-за стыда человеческого нередко делают то, чего не делают для Бога. Так богатые женщины не терзают волос и не обнажают плеч, но и это также заслуживает крайнего осуждения. Не потому, что они не обнажают себя, но потому, что делают это не по благочестию, а для того, чтобы не показаться бесстыдными. Значит, стыд обуздывает печаль, а страх Божий не обуздывает? Как же недостойно это крайнего осуждения! Следовало бы, по крайней мере, чтобы то, что богатые женщины делают вследствие своего богатства, бедные делали по страху Божию. Но теперь все бывает напротив. Те любомудрствуют по тщеславию, а эти поступают неблагопристойно по малодушию. Что хуже такой несообразности? Все делается для людей, все по здешним побуждениям, и речи произносятся полные безумия и великого греха. Господь говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, глава 5 стих 4, разумея плачущих о грехах. И между тем никто не плачет этим плачем и не заботится о погибающей душе. Это, плакать об умерших, нам напротив, не заповедано делать. И однако же мы делаем. Что же скажешь? Разве человеку можно не плакать? Да я и не воспрещаю этого. Я воспрещаю только терзаться, плакать неумеренно. Я не зверь и не бесчеловечен. Знаю, что в этом обнаруживается природа, и что она ищет содружества и ежедневного общения. Невозможно не печалиться. Это сам Христос показал, потому что прослезился над Лазарем. 5. Так и ты поступай. Плачь, но тихо, но благопристойно, но со страхом Божиим. Если так будешь плакать, то это будет знаком не того, будто ты не веруешь воскресению, но того, что для тебя тяжела разлука. 5. Ведь мы плачем и о тех, которые отправляются в дорогу и разлучаются с нами. Но не так, как отчаивающиеся. Так и ты плачь. Как бы провожал отходящего в чужую сторону. Это говорю я не с тем, чтобы поставить вам в закон, но по снисхождению. 6. В самом деле, если умерший был грешник и много оскорбил Бога, в таком случае должно плакать. Или лучше не плакать только, потому что отсюда для него нет никакой пользы, но и делать то, что может принести ему некоторое облегчение – милостыню и приношение. 6. А, впрочем, и в этом случае нужно радоваться, потому что у него отнята возможность грешить. Если же праведник, то еще более должно радоваться, потому что он находится в безопасности и уже избавился от неизвестности будущего. 7. Если это юноша, должно радоваться, что он скоро освободился от окружающих нас зол. Если старец, что он отошел до сытости, насладившись тем, что считается вожделенным. 8. Но ты, забыв думать об этом, заставляешь рыдать служанок, как будто делаешь этим честь отошедшему. Это же крайнее бесчестие. 9. Честь для умершего составляют не плач и рыдание, но священные песни и псалмопения и добрая жизнь. 10. Такой человек, отойдя отсюда, отойдет с ангелами, хотя бы и никого не было при его останках, а человек развратный, хотя бы целый город провожал его, не получит из того никакого плода. 10. Хочешь почтить умершего? Почти его иным образом, милостынями, благотворениями, литургиями. Какая польза от многих рыданий? А я слышал еще и о другом тяжком зле. Говорят, будто многие через плач привлекают к себе даже любовников, чрезмерностью своих воплей, составляя себе славу жен, любящих своих мужей. Какое дьявольское изобретение! Какая сатанинская выдумка! Доколе мы будем земля и пепел? Доколе кровь и плоть? Воззрим на небеса. Подумаем о духовном. Какая будет у нас возможность укорять язычников? Какая возможность утешать, когда сами поступаем таким образом? Как будем беседовать с ними о воскресении? Как о всяком другом любомудрии? Как сами будем жить без страха? Уже ли не знаешь, что от печали происходит смерть? Помрачая зрение души, печаль не только не позволяет ей видеть ничего должного, но и причиняет великий вред. Подлинно! Когда мы предаемся излишней скорби об умершем, тогда и Бога оскорбляем, и не доставляем пользы ни себе, ни отшедшему. А когда поступаем напротив, и Богу благоугождаем, и приобретаем доброе мнение у людей. Если мы и сами не будем упадать духом, в таком случае Бог скоро уничтожает и остаток скорби. А если будем сильно огорчаться, Он предоставит нас во власть печали. Если будем благодарить, не будем скорбеть. Но, как возможно, скажешь, не печалиться тому, кто потерял сына или дочь или жену, я не говорю не печалиться, но не печалиться без меры. В самом деле, если мы помыслим, что их взял Бог, что муж и сын были у нас смертные, то скоро получим утешение. Скорбеть здесь значит требовать чего-то выше естественного. «Если ты родился человеком и смертным, то зачем скорбишь о том, что совершилось сообразно с природой? Ты ведь не скорбишь, что поддерживаешь жизнь свою пищей. Ведь не домогаешься того, чтобы жить без пищи. Так поступай и в отношении к смерти. И не ищи до времени бессмертия, когда родился смертным. Это определено однажды навсегда. Не скорби же и не сокрушайся, но переноси благодушно то, что для всех вообще законоположено. Печалься лучше о грехах, это хорошая печаль, это величайшее любомудрие. Итак, будем непрестанно печалиться об этом, чтобы там сподобиться радости по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь». Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа, иудеи, которые были с нею, и прочее. Глава 11, стих 31. «Великое благо любомудрия». Разумею, то любомудрие, которое у нас. У язычников все только слова и басни, а самые эти басни не заключают в себе никакого любомудрия, потому что у них все делается ради славы. И так великое благо любомудрия. Оно и здесь уже вознаграждает нас. Так, кто презирает богатство, тот уже здесь получает пользу, потому что избавляется от излишних и бесполезных забот. Кто попирает славу, уже здесь получает награду, потому что не служит никому рабом, но бывает свободен истинной свободой. Кто желает небесных благ, уже здесь получает воздаяние, потому что, вменяя в ничто все настоящее, легко побеждает всякую печаль. Так вот и эта женщина за свое любомудрие получила здесь награду. В то время, как все сидели при ней, скорбевшей и плакавшей, она не ожидала, чтобы к ней пришел учитель, не обращала внимания на свое достоинство и не была удержана скорбью. Скорбящие, вместе с другими недугами, имеют еще и ту болезнь, что желают быть в почете у присутствующих. Но в ней не было ничего этого, а как только она услышала, что Господь пришел, тотчас идет к Нему. Иисус еще не входил в селение. Он шел не скоро, чтобы видно было, что Он не сам стремится к чуду, но идет по их просьбе. Или это именно хочет выразить евангелист словами «поспешно встала» стих 29. Или Он этим показывает, что Мария побежала так для того, чтобы предупредить Его пришествие. Между тем она идет не одна, но влечет за собою и бывших в доме иудеев. Весьма благоразумна, поэтому сестра и позвала ее тайно, чтобы не смутить собравшихся и не сказала зачем, иначе многие и удалились бы, а теперь все пошли за нею, полагая, что она идет плакать. Может быть, так же и через это евангелист снова уверяет в том, что Лазарь действительно умер. «И пала к ногам Его» стих 32. Она была пламеннее своей сестры. Она не устыдилась ни народа, ни худого мнения, какое имели о Христе, были многие и из врагов Его, которые и говорили «не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер» стих 37. В присутствии Учителя она отбросила все человеческое и заботилась только о том, чтобы почтить Учителя. И что же она говорит? «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» стих 32. Что же Христос? Теперь пока ничего не говорит ей. Не говорит даже того, что сказал ее сестре. Тут присутствовало много народа, и не время было для таких речей. Он только смиряется и снисходит, и чтобы уверить в своей человеческой природе тихо плачет и отлагает до времени чудо. В самом деле, чудо это было великое, такое, каких он совершил немного, и через него многие должны были уверовать. Поэтому, чтобы оно не показалось народу невероятным, если бы совершено было без него, и чтобы при всем величии не осталось без пользы, Христос привлекает своим снисхождением многих свидетелей, чтобы не погубить добычи, и выказывает в себе то, что было свойственно его человеческой природе, то есть плачет и смущается, так как скорбь обыкновенно производит плач. Потом он обуздывает свою скорбь, это именно и означает выражение «запретил», запретил взято из славянского перевода, синодальное «восскорбел» выпадает из контекста. «Запретил духу», стих 33. И тогда спрашивает, где вы положили его, чтобы вопрос не был соединен с рыданием. Но зачем же он спрашивает? За тем, что не хочет сам по себе приступить к совершению чуда, но хочет все узнать от других и сделать по их просьбе, чтобы освободить чудо от всякого подозрения. Говорят ему «Господи, пойди и посмотри», и Иисус прослезился. Стихи 34 и 35. Видишь ли, что еще до сих пор он ничем не указал на воскресение, и что он идет как будто не для того, чтобы воскресить, но чтобы плакать. А что действительно казалось, что он пошел с этим намерением, то есть с тем, чтобы плакать, а не воскресить, это показывают иудеи, которые потому и говорили, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Стихи 36 и 37. Даже и в несчастье они не оставили своей злобы. Но Христос намерен совершить дело еще более удивительное – отогнать смерть, уже наставшую и овладевшую человеком. Гораздо важнее, нежели остановить смерть наступающую. Таким образом они порицают его тем самым, из-за чего следовало бы дивиться его могуществу. Допускают до времени, что он отверз очи слепому, но вместо того, чтобы за это дивиться ему, они из-за смерти Лазаря клевещут и на то чудо, как будто его не было. Впрочем, не отсюда только видно, что они все были развращены, но также и из того, что еще прежде, нежели он пришел и явил свою силу, они уже предварят его обвинениями, не дожидаясь конца дела. Видишь ли, как превратно было их суждение. 2. Итак, он приходит ко гробу и опять удерживает скорбь. Но для чего евангелист тщательно и не раз замечает, что он плакал и что он удерживал скорбь? 2. Для того, чтобы ты знал, что он истинно облечен был нашим естеством, так как этот евангелист, очевидно, более других говорит о нем великого, то и о человеческих его делах повествует здесь гораздо уничижение. 3. О смерти его он не сказал ничего такого, что другие, именно, что он был прискорбен, что он был в подвиге, но совсем противный, что он и ниц поверг воину. 4. Итак, что было опущено там, то он восполнил здесь, сказав о плаче. 5. И сам Христос, беседуя о смерти, говорит, имею власть отдать жизнь мою, глава 10 стих 18, и не произносит ничего уничиженного. Поэтому-то, повествуя о страданиях, евангелисты и приписывают ему много человеческого, показывая тем, что его воплощение истинно. 5. Так Матфей удостоверяет в этом, говоря о его предсмертных муках, смущении и поте, а этот, повествуя о плаче. 6. В самом деле, если бы он не был нашего естества, то не был бы одержим скорбью, и притом не однажды, а дважды. 7. Что же Иисус? Он нисколько не защищает себя пред иудеями от их обвинений. Да и для чего было словами опровергать тех, которые тотчас же имели быть опровергнуты самым делом. А между тем, это опровержение было не так тягостно и более могло пристыдить их. 8. Иисус говорит «Отнимите камень» 9. Почему же он не воззвал и не воскресил его, не будучи еще на месте? А особенно почему он не воскресил его, когда камень еще был навален? Кто мог голосом подвигнуть мертвое тело и опять одушевить его, тот, конечно, гораздо более мог тем же голосом подвигнуть камень. Кто своим голосом дал возможность ходить обвязанному у брусами и связанному по ногам, тот гораздо более мог подвигнуть камень. И что я говорю? Он мог бы сделать это и не находясь на месте. Для чего же не сделал? Для того, чтобы их самих поставить свидетелями чуда, чтобы они не говорили того же, что говорили о слепом «это он, это не он». Самые руки их и самое пришествие их ко гробу свидетельствовали, что это он. Если бы они не пришли, то, пожалуй, подумали бы, что видят призрак или одного вместо другого. А теперь, когда пришли к месту и отняли камень, когда получили повеление разрешить атус, обвязанного пеленами мертвеца, когда друзья, вынесшие его из гроба, узнали по самым пеленам, что это он, когда при этом находились самые сестры, и одна из них сказала «уже смердит, ибо четыре дня как он во гробе» стих 39. Теперь все это уже достаточно могло заградить неблагонамеренным свидетелям уста. Для того он повелевает им отнять камень от гроба, чтобы показать, что он воскрешает именно Лазаря. Для того и спрашивает, где вы положили его, стих 34, чтобы те, которые сказали «пойди и посмотри» стих 34, и которые привели его, не могли сказать, что он воскресил другого, чтобы и голос, и руки свидетельствовали. Голос, говоривший «пойди и посмотри», руки, отвалившие камень и разрешившие повязки, также зрение и слух. Слух, так как слышал голос, зрение, так как видело исшедшего из гроба, равно и обоняние, так как оно чувствовало смрад. Уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. И так справедливо я сказал, что эта женщина ничего не поняла в словах Христовых, «если и умрет, оживет» стих 25. Смотри, что она здесь говорит. Она считает это дело уже невозможным по продолжительности времени. И подлинно. Дело было необычайное воскресить четверодневного и предавшегося тлению мертвеца. Ученикам Христос сказал «да прославится Сын Божий» стих 4, указывая на себя самого. А жене этой говорит «увидишь славу Божию» стих 40, разумея Отца. Видишь ли, как немощь слушателей служит причиной разности изречений. Он напоминает о своей беседе с нею, как бы укоряя ее за то, что она не помнит его слов. Или же он теперь не хотел приводить в смущение присутствующих и потому кротко говорит «не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию» стих 40. Итак, великое благо вера. Великое благо и виновница многих благ. Так что люди во имя Божие могут совершать дела Божии. Если вы будете иметь веру, говорит Христос, «Скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет» Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. И опять «верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит» глава 14, стих 12. Какие же, скажешь, дела большие. Дела, совершенные учениками впоследствии, когда даже тень Петра воскресила мертвого. Через это еще более проповедовалась и сила Христова. В самом деле, не столько удивительно то, что Он при жизни своей чудодействовал, сколько то, что по смерти Его другие могли Его именем совершать большие чудеса. Это служило несомненным доказательством Его воскресения. Если бы даже Он всем явился, и это не возбудило бы такой веры, потому что видевшие могли бы еще сказать, что это был призрак. Но кто видит, что одним именем Его совершаются знамения гораздо большие, нежели какие Он сам творил, обращаясь с людьми, тот не может не уверовать, если только Он не крайне бесчувственен. И так великое благо веры, когда она бывает от горячего сердца, от многой любви и пламенной души. Она делает нас мудрецами. Она прикрывает ничтожество человеческое и, оставляя умствования земные, любомудрствует о вещах небесных. Даже более, чего мудрость человеческая обрести не может, то она с избытком постигает и совершает. Будем же держаться веры и не станем вверять наших дел умствованием. Отчего, в самом деле, скажи мне, язычники не могли ничего обрести? Не знали ли они всей внешней мудрости? Почему же они не могли превзойти рыбарей, скинотворцев и неученых? Не потому ли, что они все предоставляли своим умствованием, а эти последние – вере. Так, по этой причине, последние превзошли Платона, Пифагора и всех вообще людей, заблуждавшихся. Победили сведущих в астрологии и математике, геометрии и арифметике, и изучивших всякую науку и сделались настолько лучше их, насколько истинные и действительные мудрецы лучше людей от природы глупых и безумных. В самом деле смотри, эти сказали, что душа бессмертна, или лучше, не только сказали, но и убедили в этом, а те первоначально даже не знали, что такое душа. И когда узнали и отличили ее от тела, опять стали страдать тем же незнанием. Так одни говорили, что она бестелесна, другие, что она есть тело и вместе с телом разрушается. Равным образом о небе те говорили, что оно одушевлено и есть Бог, а рыбари и научили и убедили, что оно есть творение и произведение Божие. Впрочем, в том нет ничего удивительного, что язычники руководились умствованием. Но вот что достойно слез, что люди, представляющие себя верующими, и они оказываются душевными. Оттого-то они и впали в заблуждение. Так одни из них говорили, что знают Бога так, как Он знает сам себя, чего не смел сказать даже никто из язычников. Другие говорили, что Бог не может рождать бесстрастно и не предоставляли ему никакого преимущества пред людьми. Иные же утверждают, что ни хорошая жизнь, ни доброе поведение не приносят никакой пользы. Но теперь не время опровергать это. 4. А что правая вера при порочной жизни не приносит никакой пользы, это показывают и Христос, и Павел, которые преимущественно заботились о доброй жизни. Так Христос учит. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. И далее. Многие скажут мне в тот день «Господи», «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» и тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 22 и 23. В самом деле, люди невнимательные к себе самим легко впадают в пороки, хотя имеют правую веру. А Павел, в своем послании к евреям, так говорит и убеждает. «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа». Послание к евреям, глава 12, стих 14. Святостью он называет целомудрие, «По которому каждый должен довольствоваться своею женою и не падать с другой. А кто не довольствуется, тот не может спастись, но неизбежно погибнет, хотя бы имел тысячи добродетелей». В самом деле, блуднику невозможно войти в Царство Небесное. А тут уже не блуд, но гораздо более, прелюбодеяние. Как жена, которая связана с мужем, если будет еще в связи с другим, уже прелюбодействует, так точно и муж, связанный с женою, если будет иметь еще другую, прелюбодействует. А такой не наследует Царство, но будет ввержен в гиенну. Послушай, что о таких людях говорит Христос. «Червь их не умирает, и огонь не угасает» Евангелие от Марка, глава 9, стих 44. Подлинно! «Для того нет никакого извинения, кто при своей жене бесчинствует с другою, потому что это уже невоздержанность. Если многие и от своей жены воздерживаются, когда наступает время поста или время молитвы, то какой огонь собирает себе тот, кто недовольствуется даже своею женою, но имеет еще связь и с другой. Если отпустившему и отвергшему от себя свою жену не позволяется сопрягаться с другою, потому что это прелюбодеяние, то какой грех делает тот, кто, имея в своем доме жену, приводит еще другую? Пусть же никто не позволяет оставаться такому недугу в своей душе, но пусть всякий с корнем исторгает его. Прелюбодей не столько вредит жене, сколько самому себе. Этот грех столько тяжек и непростителен, что если жена оставит мужа даже идолопоклонника против его воли, то Бог ее наказывает, а когда она оставит прелюбодея, не наказывает. Видишь ли, какое это зло? Если какая-нибудь верная жена, говорится, имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Первое послание к Коринфянам, глава 7 стих 13. Но о блуднице не так сказано. А что? Кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Евангелие от Матфея, глава 5 стих 32. Если через сожитие муж и жена составляют одно тело, то и живущей с блудницей необходимо становиться одним с нею телом. Как же после этого честная жена, будучи членом Христовым, примет такого мужа? Или каким образом она соединит с собою член блудницы? И смотри, какая особенность. Сожительствующая неверному не становится от того нечистою, ибо неверующий муж, сказано, освящается женою верующую. Первое послание к Коринфянам, глава 7 стих 14. Но о блуднице не то сказано. Но что? Отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Первое послание к Коринфянам, глава 6 стих 15. Там освящение пребывает и не отнимается, несмотря на сожительство с неверным, а здесь оно удаляется. Подлинно тяжкий грех прелюбодеяния. И тяжкий, и готовящий нескончаемое наказание. Да и здесь оно навлекает бесчисленные бедствия. В самом деле, такой человек принужден бывает вести жизнь тяжкую и горестную, и его состояние ничем не лучше состояния осужденных на казнь, когда он тайком входит в чужой дом со страхом и великим трепетом, и всех равно опасается и рабов, и свободных. Поэтому умоляю вас, подщитесь освободиться от этой болезни. Если не послушаетесь, то не входите в эти священные преддверия. Овцам, покрытым язвами и зараженным болезнью, не следует пастись вместе с овцами здоровыми. Их должно отгонять от стада, пока не освободятся от своей болезни. Мы сделались членами Христовыми, не будем же членами блудницы. Здесь не распутный дом, но церковь. И если у тебя члены блудодейцы, то не стой в церкви, чтобы не бесчестить этого места. Если бы даже не было гиенны, если бы даже не было наказания, и в этом случае, как ты, после тех договоров и брачных светильников, после того законного ложа, после чадородия, после такого общения, как ты можешь дозволить себе прилипляться к другой? Как не стыдишься и не краснеешь? Разве не знаешь, что многие осуждают даже и тех, которые вводят к себе другую жену по смерти своей первой жены, хотя это дело и не заслуживает наказания? А ты еще при жизни своей жены берешь себе другую? Какова распущенность? Узнай, что сказано о таких людях. Червь их, говорит, не умирает, и огонь не угасает. Евангелие от Марка, глава 9, стих 44. Устрашись этой угрозы. Убойся такого наказания. Не так велико здесь удовольствие, как велико там наказание. Но дай Бог, чтобы никто не подвергся тому наказанию. Дай Бог, чтобы мы, подвязаясь в святости, узрели Христа и достигли обетованных благ, которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Иисус же возвел Отче к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего. И прочее. Глава 11, стихи 41 и 42. Что я много раз говорил, то и теперь скажу, что Христос не столько обращает внимание на собственное достоинство, сколько на наше спасение, и не заботится о том, чтобы сказать что-нибудь великое, но то, что может привлечь нас. Поэтому высокого и великого в его словах немного, да и то прикровенно, а уничиженного и обыкновенного весьма много. Так как это последнее больше привлекало, то он чаще об этом и говорит. Впрочем, он и не всегда говорит уничиженное, чтобы не повредить будущим слушателям своего учения, и не умалчивает о нем, чтобы не соблазнить тогдашних. Люди, освободившиеся от низких понятий, могут и из одного высокого догмата уразуметь все. А те, которые всегда были с понятиями низкими, и совсем не пришли бы, если бы не часто слушали уничиженное. Ведь известно, что и после этого иудеи не отстают, но бросают в него камнями, преследуют его, стараются умертвить и называют хульником. Так, когда он представляет себя равным Богу, они говорят, он богохульствует. Евангелие от Марка, глава 2, стих 7, Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 33 и 36. А когда сказал «прощаются тебе грехи», Евангелие от Марка, глава 2, стих 9, называют его даже беснующимся. Точно так же, как и тогда, когда сказал, что слушающий слова его превыше смерти, глава 8, стих 51. Равным образом они оставляют его, когда он сказал «Отец во мне, и я в нем», глава 10, стих 38. И соблазняются, когда он говорит о себе, что сошел с неба. Если же они не терпели таких слов и тогда, как они произносились редко, то, конечно, еще менее стали бы внимать ему, если бы речь его всегда была высокой и вся из таких слов составлена. Между тем, когда он говорит «как заповедал мне Отец мой, так и говорю», глава 8, стих 28. И так же «я пришел не сам от себя», глава 7, стих 28. «Тогда они веруют». И что именно «тогда» видно из слов евангелиста, который, означая это, говорит «когда он говорил это, многие уверовали в него», глава 8, стих 30. Итак, если уничиженные речи привлекали к вере, а высокие отдаляли от нее, то не крайне ли безумно не думать, что вся причина уничиженных состоит в том, что они говорены были приспособительно к слушателям. Так и в другом месте он хотел было сказать нечто великое, но умолчал, указав на эту причину словами «но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 27. «То же самое делает он и здесь. После того, как сказал «я и знал, что ты всегда услышишь меня», он присовокупил, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили». Глава 11, стих 42. Наши ли это слова? Человеческое ли это предположение? Значит, если бы кто из написанного не мог убедиться, что соблазнялись речами высокими, то может ли он, слыша, как сам Христос свидетельствует, что он для того говорит уничиженно, чтобы они не соблазнились? Может ли еще думать, что его уничиженные слова были делом его естества, а не снисхождением? Так и в другом месте, когда слышен был голос свыше, он сказал «не для меня был глаз сей, но для народа». Глава 12, стих 30. Впрочем, великому можно многое говорить о себе уничиженно, но уничиженному неприлично возвещать о себе что-нибудь великое и высокое. То бывает по снисхождению и имеет свою причину в немощи слушающих, или лучше для того, чтобы расположить к смиренно мудрию, чтобы убедить, что он облечен плотью, чтобы научить слушателей не говорить о себе ничего великого, а также потому что слушатели считали его противником Божиим, не верили, что он пришел от Бога, думали, что он разоряет закон, завидовали ему и враждовали против него за то, что он назвал себя равным Богу. А когда кто сам по себе незначительный говорит о себе что-нибудь великое, то для этого нет никакой причины, ни благовидной, ни неблаговидной, это будет только безумием, бесстыдством и непростительной дерзостью. Итак, для чего Христос говорит уничиженно при Своем неизреченном и великом существе? Как по вышесказанным причинам, так и для того, чтобы не сочли его нерожденным. Так и Павел, по-видимому, убоялся чего-то подобного, почему и сказал «кроме того, который покорил ему все» . Глава 15 стих 27. Действительно, нечестиво даже и помыслить это. Если бы с другой стороны он был меньше родившего и иного существа, а между тем его почли бы равным, то не сделал ли бы он всего, чтобы не считали его таким. Но он поступает напротив, говоря «Если я не творю дел отца моего, не верьте мне» . Глава 14 стих 37. Равным образом и тогда, когда он говорит, что «я в отце и отец во мне» , он указывает нам на равенство. Ему следовало бы со всей силой опровергнуть это, если бы он был меньше, и решительно никогда не говорить «я в отце и отец во мне» . Или «я и отец одно» . Или «видевший меня, видел отца» . А между тем, он, когда у него была речь о силе, говорил «я и отец одно» . И когда была речь о власти, опять говорил «как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет» . Но этого он не мог бы делать, если бы был другого существа. А если бы и мог, то ему не следовало бы этого говорить, чтобы не подумали, что у них одно и то же существо. Если для того, чтобы не считали его противником Богу, он часто говорит и то, что ему не свойственно, то тем более следовало поступить так в том случае. «Но он и словами, дабы все чтили сына, как чтут отца» . И словами «дела, что творит он, и я так же творю» . «И тем, что называет себя воскрешением и жизнью» . «И светом миру» . «Показывает, что он равен родившим» . «И утверждает то предположение, какое составили себе иудеи». «Видишь ли, как много он говорил, чтобы защитить себя в том, что он не разоряет законы». А мнение о равенстве своем с отцом не только не опровергает, но и утверждает. Так и в то время, когда они сказали «ты говоришь хулу, потому что творишь себя Богом» . Глава 10 стих 33 он подтвердил это, указав на равенство дел. «Но зачем я говорю о том, что сын так поступал, говорил о себе уничиженно, когда и отец, не восприявший плоти, делает то же самое. И он, ради спасения слушающих, попустил сказать о себе много уничиженного. Так слова «воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты» . «И посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них» . «И теперь я знаю, что боишься ты Бога» . «И будут ли они слушать или не будут» . . «И, о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек» . . «И также нет между Богами, как ты, Господи» . . «Это и многое другое подобное, встречающееся в Ветхом Завете, очевидно, недостойно Величества Божие». . «И об Ахаве также сказано, кто увлек бы Мне Ахава» . . . «Да и самого себя всегда ставит выше языческих богов через сравнение себя с ними» . «Все это не достойно Бога, но достойно в других отношениях». . «Он столько человека любив, что для нашего спасения пренебрегает выражениями, подобающими Его достоинству. . Ведь и то самое недостойно, что Он соделался человеком, что принял зрак раба, что произносил уничиженные речи и облачался в смиренные одежды, не достойно, если кто станет смотреть на Его величие, но достойно, если кто помыслит о неизреченном богатстве Его человеколюбия». . . . . Это другая причина уничиженности Его речей. Какая именно? Та, что Отца знали и исповедовали, а Его не знали. Поэтому Он часто обращается к Отцу, так как Его уже исповедовали, а Сам Он как будто еще не был достоин веры, не по собственной немощи, но по неразумию и слабости слушателей. Поэтому Он и молится, и говорит «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Ведь если Он оживляет кого хочет, глава 5 стих 21, и живит так же, как Отец, то для чего обращается с молитвой? Но уже время приступить к самому предмету. Отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Глава 11 стихи 41 и 42. Спросим еретика, от молитвы ли он получил силу и воскресил мертвого? Как же другое он без молитвы совершал, говоря, например, «Тебе, говорю, демон, выйди из него»? Евангелие от Марка, глава 9 стих 25. И еще «Хочу очистись»? Евангелие от Марка, глава 1 стих 41. Также «Возьми постель Твою и ходи»? Глава 5 стих 8. «И прощаются Тебе грехи Твои»? Евангелие от Матфея, глава 9 стих 2. «И говоря морю, умолкни, перестань»? Евангелие от Марка, глава 4 стих 39. «Да и чем он будет больше апостолов, если и сам творит чудеса через молитву?» Притом и они не все делали по молитве, а часто и без молитвы, призывая имя Иисуса. Если же имя его имело такую силу, то как он сам мог нуждаться в молитве? А если бы он нуждался в молитве, то и имя его не имело бы силы. И нуждался ли он в какой молитве, когда творил человека? «Невеликое ли там равночестие?» Сказано ведь «сотворим человека» – Бытие, глава 1 стих 26. «Да и что было бы немощнее, если бы он нуждался в молитве?» Но посмотрим, какая это и молитва. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». «Кто когда-нибудь молился так?» «Прежде чем сказал что-нибудь, говорит «благодарю Тебя», показывая тем, что не нуждается в молитве. «Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Это он сказал не потому, что сам не мог, но потому, что у них одна воля. Но для чего же он и принял вид молящегося? «Послушай не меня, но его самого». А он говорит «Для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». «Не сказал, чтобы поверили, что я меньше, что я имею нужду в помощи свыше, что без молитвы не могу сотворить, но что Ты послал меня». А между тем молитва означает все это, если будем просто понимать ее. «Не сказал, Ты послал меня немощного, знакомого с рабством, не делающего ничего собственную силу, но оставив все это, чтобы Ты не предполагал ничего подобного, представляет истинную причину молитвы, именно чтобы не считали меня противником Божиим, чтобы не говорили, что я не от Бога, чтобы показать, что это дело совершается по Твоей воле». «Если бы я был противником Божиим, как бы так, говорит он, то не последовало бы это чудо». А выражение «Ты услышал меня» употребляется и о друзьях, и о равночестных. «Я и знал, что Ты всегда услышишь меня», то есть, чтобы совершилась моя воля, для этого мне не нужна молитва, но она нужна, чтобы убедить, что у Тебя и у меня одно хотение. Для чего же молишься? Для немощных и неразумных. Сказав это, он воззвал громким голосом. Стих 43. Почему же он не сказал «Во имя Отца Моего, гряди вон»? Почему не сказал «Отче, воскреси Его»? Почему, напротив, оставив все это и приняв на себя вид молящегося, он показывает свое могущество? И это дело его премудрости. В словах высказывается не схождение, а в делах – власть. Так как ни в чем другом не могли обвинять его, как только в том, будто он не от Бога, и этим именно обольщали народ, то вот это самое он с особенной очевидностью и показывает в своих словах, и при том так, как того требовала их немощь. Он мог и иначе показать согласие свое с отцом, а вместе собственное достоинство, но народ не мог до того возвыситься. «Лазарь, иди вон», – говорит он, стих 43, «сообразно с тем, что прежде сказал, «наступает время, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут»» – глава 5, стих 25. «Чтобы ты не подумал, что он от другого получил силу, он наперед сказал тебе об этом, а потом доказал самым делом. И не сказал «воскресни», но «иди вон», обращаясь к мертвому, как к живому». Что может сравниться с такой властью? Но если он совершает это не собственной силой, то что он будет иметь большего перед апостолами, которые говорят, что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, «что он ходит» – Деяние святых апостолов, глава 3, стих 12. Если, действуя не своей силой, он не присовокупляет того, что говорили о себе апостолы, то они будут некоторым образом даже более его любомудрствующими, потому что отклоняли от себя славу. И в другом месте – мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки. Деяние святых апостолов, глава 14, стих 15. Таким образом, апостолы, ничего не делавшие собственную силу, так и говорили, чтобы убедить в этом. Уже ли же он, зная такое о себе мнение, не опроверг бы его, если бы точно действовал не своей властью. Но кто может утверждать это? Между тем Христос поступает напротив, говоря, «Сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили». Так что, если бы веровали, то не было бы надобности и в молитве. И если бы молитва не была несообразна с его достоинством, то для чего он в народе поставляет причину молитвы? Почему также не сказал, чтобы поверили, что я не равен тебе? Это именно следовало бы сказать в соответствии бывшему о нем мнению. Когда подозревали его в нарушении закона, он, прежде чем они сказали что-нибудь, произнес эти слова, «Не думайте, что я пришел нарушить закон» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17, а здесь утверждает их предположение. Словом, к чему нужны были такие околичности и загадки? Довольно было сказать «я не равен» и тем решить дело. «Что же скажешь, не говорил ли он не для того, чтобы творить волю мою?» Глава 6, стих 38. «Но и это говорил прикровенно, приноровительно к их немощи и по той же причине, по которой была и молитва. Что же значит, что ты услышал меня? Значит, что у меня нет ничего противного тебе. И как эти слова, что ты услышал меня, не то показывают, будто он не имел силы, потому что в этом случае было бы не только бессилие, но и незнание. Если, то есть прежде молитвы, он не знал, что Бог услышит его, если же не знал, то, как говорил, иду разбудить его, а не сказал, иду помолиться отцу, чтобы он возбудил его. Как говорю, эти слова означают не немощь, но единомыслие, так и слова «ты всегда услышишь меня». Или так должно понимать, или что они сказаны применительно к мнению иудеев. «Если же он и знал, и не был немощен, то ясно, что он для того говорит уничиженные слова, чтобы ты, по самой крайней уничиженности их, убедился, и поневоле признал, что они сказаны не по сообразности с его достоинством, но по снисхождению». Что же враги истины? «Не по немощи слушателей, говорят, Христос сказал, ты услышал меня, но чтобы показать свое превосходство». Но это значило бы не показать превосходство, а крайне унизить себя и обнаружить, что он ничем не больше человека. Молиться не свойственно Богу, не тому, кто воссидит вместе с ним на престоле. Видишь ли, что он ни почему другому стал молиться, как только по их неверию. Но посмотри, как и самое дело свидетельствует о его могуществе. Он воззвал и вышел умерший, обвитый. Стих 44. Потом, чтобы такое дело не показалось обманом чувств, а то, что связанный вышел, казалось чудным не менее самого воскресения, он повелел разрешить его, чтобы они, прикоснувшись к нему и подойдя близко, увидели, что это именно он. И сказал, пусть идет. Стих 44. Видишь ли, как он далек от тщеславия. Не уводит его, не повелевает ходить с собою, чтобы не показаться кому-нибудь тщеславным, так он был скромен. Когда чудо совершилось, одни удивлялись, а другие пошли и сказали фарисеям. Вместо того, чтобы изумиться и подивиться, совещаются убить его, его, который воскресил мертвого. Какое безумие! Думали предать смерти того, кто в телах других побеждал смерть. Что нам делать? Этот человек много чудес творит, говорят они. Стих 47. Еще называют его человеком, получивши такое удостоверение в его божестве. Что нам делать? Следовало уверовать, послужить и поклониться, и уже не почитать его человеком. Если оставим его так, придут римляне и овладеют нашим и народом, и городом. Стих 48. Что такое замышляют они сделать? Хотят уже возмутить народ, как будто бы им угрожает опасность по подозрению в похищении верховной власти. Как скоро говорят, римляне узнают об нем, как о предводителе народа, они заподозрят нас, возьмут и разрушат наш город. Почему же, скажи мне, разве он учил измене? Не заповедал ли он давать дань кесарю? Не хотели ли вы сделать его царем, и он скрылся? Нескромную ли и простую проводил он жизнь, не имея ни дома, ничего либо подобного? Очевидно. Они говорили так не из опасения, но из зависти. И однако же это случилось, хотя и против их ожидания. Римляне взяли и народ, и город, взяли потому, что они умертвили его. Подлинно. Дела его были выше всякого подозрения. Кто врачевал больных, учил добродетельной жизни и заповедал повиноваться начальству, тот, конечно, не замышлял присвоить себе верховную власть, напротив, уничтожал всякое покушение на присвоение власти. Мы, говорят, заключаем так по прежде бывшим, но те учили возмущению, а он напротив. Видишь ли, что их слова были притворны? В самом деле, выказывал ли он что-нибудь подобное? Вводил ли страшных оруженосцев? Влачил ли колесницы? Не искал ли напротив пустынь? Но чтобы не подать вида, что они говорят по внушению своей страсти, они утверждают, что весь город находится в опасности, что обществу угрожают беды и что они боятся за последствия. Не это, а противное этому было причиною вашего плена, настоящего от римлян и вавилонского, и того, который был там, при Антиохе. Не то, что у вас были люди, почитающие Бога, но то, что между вами были неправедные, прогневляющие Бога, вот что сделало вас пленниками. Но такова зависть. Она, ослепив душу, не позволяет ей видеть ничего должного. Не учил ли быть кроткими? Когда ударяют в одну ланиту, обращайте другую. Великодушно переносить обиды и показывать больше готовности терпеть зло, чем сколько другие бывают склонны делать зло. Это, скажи мне, свойственно тому ли, кто замышляет похитить верховную власть. Не тому ли, напротив, кто уничтожает всякое покушение на присвоение власти. Но, как я сказал, зависть – страшное зло и полна лицемерия. Она наполнила Вселенную бесчисленными бедствиями. От этой болезни судилища наполнены подсудимыми. От нее страсть к славе и стяжанию. От нее властолюбие и гордость. Отсюда на путях преступные разбойники и на морях грабители. Отсюда убийство во Вселенной. Отсюда разделение нашего рода. Какое не увидишь зло, знай, что оно от зависти. Она вторглась и в церкви. Она издавна была причиной множества зол. Она породила сребролюбие. Эта болезнь извратила все и растлила правду. Подарки, сказано, ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращают обличение. Сера, глава 20, стих 29. Она и свободных делает рабами. Об ней мы каждый день беседуем, но нет никакой пользы. Мы бываем хуже зверей, грабим сирот, обираем вдовиц, обижаем бедных, прилагаем горю, горе. Горе мне, ибо не стало милосердных на земле. Книга пророка Михея, глава 7, стихи 1 и 2. И нам теперь время плакать. Или лучше? Следует каждый день говорить эти слова. Ничего не достигаем мы мольбами, ничего советами и увещаниями, поэтому остается только плакать. Так и Христос поступил. Когда иерусалимляне, после многих его увещаний, нисколько не воспользовались ими, он плакал о их ослеплении. Так поступают и пророки. Так следует и нам ныне поступить. Теперь время плача, слез и сетывания. Благовременно и нам теперь сказать «позовите плакальщиц, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли». Книга пророка Иеремии, глава 9, стих 17. Может быть, через это мы в состоянии будем исцелить от болезни тех, которые хищением строят светлые дома и приобретают поля. Благовременно плакать. Но и вы, ограбленные и обиженные, примите участие в моем плаче, присоедините к своему плачу и мои слезы. Но будем плакать не о себе самих, а об них. Не вас они обидели, а себя погубили. Вы за обиду получите Царство Небесное, а они за неправильное приобретение гиену. Поэтому лучше быть обиженным, нежели обижать. Будем плакать об них, но не человеческим плачем, а священного Писания, которым плакали и пророки. «Восплачем горько с Исаиейю и скажем, горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Книга пророка Исаии, глава 5, стихи 8 и 9. «Восплачем вместе с Наумом и скажем с ним, горе, созидающему дом свой в высоту. Или лучше будем плакать об них так, как сам Христос, оживших в то время, говоря, горе вам, богатые, ибо вы уже получили мзду вашу и свое утешение». Евангелие от Луки, глава 6, стих 24. «Так, умоляю, станем непрестанно плакать и мы. А если не будет неприлично, то станем даже ударять себя в грудь при виде беспечности братьев. Не станем оплакивать того, кто уже умер, но будем оплакивать хищника, корыстолюбца, сребролюбца, ненасытного». Зачем плакать об умерших, которым нельзя уже принести никакой пользы? Будем плакать о тех, для которых еще возможно перемены. Но в то время, как мы плачем, они, может быть, смеются, и это достойно слез, что они смеются над тем, о чем следовало бы сокрушаться. Если бы они сколько-нибудь тронулись нашими рыданиями, то следовало бы перестать рыдать в надежде на их исправление, но так как они остаются бесчувственными, то и мы будем продолжать плакать. Не просто о богатых, но о сребролюбцах, лихаимцах и хищниках. Богатство не есть зло. Его можно употреблять и с пользой, если, например, мы тратим его на нуждающихся. Но зло любостяжание. Оно приготовляет нескончаемые казни. Итак, станем плакать. Может быть, от этого и будет какое-нибудь исправление. Если же впавшие в этот грех и не освободятся от него, то, может быть, другие не подвергнутся этому злу, но остерегутся от него. Но дай Бог, чтобы и те освободились от этой болезни, и никто из нас не подвергся ей, чтобы всем вообще сподобиться обетованных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok